всем привет с вами кекс и сегодня продолжение о том как я делаю пряничный дом я себе нарисовала вот такой вот рисунок разделила его на запчасти написал сколько чего мне нужно будет испечь получилось у меня в увеличенном виде я себе сделала выкройки сделал их на обычных обоях то есть ничего не особо не это самое пока я буду вырезать там в течение там 20 секунд на печеньки обои ничего вредно моей печеньки не делать вот у меня и центральная получается стена боковая стена это у меня будет получается крыша которая будет вот так вот располагаться чтобы не запутаться у меня получается будет еще боковая стена с другой стороны вот этой вот части их не стены равны обязательно включите конструктора потому что очень сложно запутаться чтобы у вас были стены относительно одна другой раз одинаковые или разные как они у вас будут потом располагаться и крыша чтобы было по длине стены то есть ну очень все важно видите вот у меня длина крыши обязательно сходится с длиной моего уголка который я начертила то есть все будет стоять вот так вот вот у меня тут будет боковая стена и вот так располагаться крыша то есть у меня будут две абсолютно разные крыши в разные стороны для тех кто будет делать в первый раз советую не заморачиваться с этим потому что лучше сделать просто квадратный домик с крышей в одну сторону сбоку с дымоходом у меня еще будет вот тут видите сверху нарисована такая полукруглая как башенка что ли вот ну вы все увидите как я ее буду выпекать полукругом вот и я ее там буду потом присоединять на ней вы видите я вот нарисовала там будет и крыша конусная вот поэтому я себе придумала довольно сложную задачу попытаюсь ее выполнить еще я там немножко была сплоховала и я как бы рисовала изначально там на глаз плюс-минус так отталкиваясь 20 сантиметров высоту 40 длину там это и у меня не совсем в длину влезла на противень моя выпечка и пришлось немного согнуть поэтому при доставании слегка лопнула шкурочка моей выпечки поэтому учитывайте пожалуйста и размер вашего противень если будете печь если вы просто делаете пряники обычные то вам нужно было промотать предыдущий ролик и возможно даже эту часть можете промотать и там дальше я буду печь и поменьше запчасти и уже с них можете посмотреть но хотите посмотрите как я буду вырезать первую часть я буду печь на силиконовом коврике если честно я потом решила что это зря вы видите вот достала и тесто она у меня довольно твердая я так прикидывал сколько приблизительно мне нужно отломать кусок для раскатывания вот ну на глаз абсолютно на глаз тесто нам нужно раскатать в ширину 3 где-то ну где-то 0 3 сантиметра то бишь 3 миллиметра 3-4 учитывайте что тесто у нас поднимется хоть она у меня уже и сутки пролежала в холодильнике сода все равно будет работать там в нем поэтому учитывайте что тесто у вас станет ну может не сантиметр но 08 где-то 07 вот так вот в толщину нова станет вот благодаря этому она станет внутри такое как рыхлое хрустящее абсолютно высушенное тесто я присыпаю слегка абсолютно его мукой и раз начинаю раскатывать благодаря тому что там есть масло она практически не липнет у меня вот но из-за того что мед все-таки как бы она начинает к скалке моей приставать но только когда уже начинает нагреваться то бишь тесто лучше работать по-быстрому но когда она нагревается вот она становится таким гладким блестящим и с ним очень приятно работать я смотрю что у меня не хватает кусочка потому что мне нужен большой мой кусок и я просто присоединяю туда дополнительно еще один кусок начинаю разглаживать все стыки абсолютно хорошенько сходятся то есть не переживайте и прокатали несколько раз и стыка практически не видно почему я говорю что не удобно было мне работать с ковриком потому что печеньки когда вы достаете изначально из духовки то они еще остаются какое-то время мягкими и их желательно высушить прямо на пергаменте на котором вы печете а так как я хотела коврик использовать на все печеньки я начала снимать свои запчасти оттуда во и они начали гнуться трескаться то есть это нехорошо и я буквально один раз испекла на нем и дальше начала уже работать только с пергаментами на которыми оставляла собственно сушить до высыхания мои прянички вы видите я просто по контуру ножиком абсолютно обрезаю свои запчасти если у вас домик поменьше вам будет намного удобнее с ним работать но я же говорю мы не ищем легких путей вот поэтому я решила делать большой дом потому что это будет домик в детский сад деткам поинтереснее будет смотреть на такой красивый большой дом который будет такой разный если вы для себя под елочку то вам незачем печь огромную такую скульптуру смотрите там где у меня должно быть окно я ножиком просто по краям проделываю дырочки их можно было окна вырезать и потом внутри примут это обрезать но я просто их нарисовала на глаз и сейчас вот сделала там дырочки и тут а линеечка уже чик чики вокруг пойду прошлый раз на домике я делала стеклянные окна это было очень красиво все классно стеклянные окна делаются из обычных самых обычных сосательных конфет я брала какие-то типа микс там были желтые красные зеленые я их допустим красные с красными измельчала в кофемолке и потом вот это вот отверстие полностью покуда позволяет как бы сама высота нашей печеньки засыпала у крошкой конфеты сосательные и оставляла в духовку когда у меня все выпекалось то есть я не снимала с пергамента так оставляла сушиться это карамелька у нас духовке расплавлялась и абсолютно тончайше становилось стекло очень красиво смотрится очень интересно но в то же время именно тогда же я поломала свою кофемолку об эти конфеты мне кофемолка была еще совдепуска поэтому и конечно уже время пришло и у меня там треснул конус то есть неудобно вот видите то что я говорю у меня не изгибалась в духовке немного выпечка моя поэтому она немножко треснула но я как бы решила что буду заделывать это как-то уже глазурью зарисовывать поэтому не сильно расстроилась но приняла во внимание что лучше такого не делать следующий раз и сделать лучше домик поменьше или из нескольких запчасти просто я не хотела здесь лишнее склеивать лучше уж тогда было разделить на два разных домика и склеить их вместе ну в общем так здесь я хочу просто раскатать тоненький пласт и это у меня будет крыша к маленькому домику то есть ну как маленькому домику пристройки которая у меня там сбоку вы видите вот толщина она мягкая но это то которое у меня осталось с обрезком который я большой части катала то это у меня обрезки поэтому она уже размягчилась и более мягкая такое но лучше ложите в холодильник тесто и доставайте кусочек именно из холодильника и тогда уже с ним работайте те обрезки которые у вас остаются ложите в холодильник тестом лучше работать когда она холодная вот то есть об этом и мне на мастер-классе говорили то есть очень важно чтобы тесто было при работе холодным у вас я не знаю это очень важно когда она печется точно вам всю технологию сказать не могу вот обрезки у меня остались смотрите вот толщина то есть если вам видно где-то 3 миллиметра где-то вот ну не сильно тонкой не сильно толсто тесто очень хорошо тянется ведь я взяла в ручке но сразу начала там длиннее там короче я обрезаю выравниваю по размерам теперь я думаю мне стоит показать как я делала свою изогнутую трубу я взяла картон нашла плотный вырезала с него полу изгиб и согнула так как мне нужно сейчас я просто раскатаю и на пергаменте положу вокруг этой моей картонки и она полукругом у меня будет печься то есть не потом складываю а именно так она мне будет печься так она у меня будет и высыхать я если честно просто забыла когда делала эту штучку я хотела на ней вырезать еще два окошка я забыла и поэтому я в общем решила что я нарисую это одно окошко а вокруг тоже сделал какую-то роспись пряничную там может типа вышивки что-то такое ну собственно это будет уже в последующем моем видео когда уже доведу до ума свой дом его там будет и сборка и роспись некоторых интересных вариантов там будет и как цветы растягивать делать рисовать и как делать как вышивку это все и всякие интересные узорчики постараюсь показать которые буду испробовать сама потом может уже в самом окончании моего видео покажу может я там еще какие-то запчасти из мастики сделаю к своему домику может быть это будут какие-то елочки может может какие-то палочки вот но все это в следующем видео я еще пока это не запланировала буквально только вчера это все испекла и дальше пошли заказы мне просто физически не хватает времени чтобы сесть и расписывать дом потому что если честно так как он у меня большой у меня уйдет день на это все ложу на пергамент свою запчасть смотрю что просто у меня широко вырезала я свою запчасть плюс-минус на глаз то есть я прикинула по длине сколько мне нужно и вырезала ее абсолютно на глаз и сейчас я скручиваю просто чтобы сделать ее поменьше просто прикладываю смотрю что меня абсолютно устраивает как она у меня встанет эта труба башенка моя не труба и высота должна быть с высотой основной части нашего дома до крыши то есть если я одену вот так вот и ему крышу то она не будет у меня выходить выше моего дома я вот себе это так представляла ну точно так же я и делаю с крышей я скручиваю конус типа как на семечке вот это вы делаете и вокруг этого конуса буду укладывать крышу можно было если бы труба у нас сильнее выходила за за рамки дома или была совсем круглая просто рядом стояла сделать круг и просто его кинуть вокруг конуса и обрезать там где нужно и склеить и чтобы просто был целый конус но так как у меня как бы полутруба значит мне нужен полу конус и поэтому я вырезала вон вы видите такой одну третью от круга и просто положу ее вот так вот и так она у меня будет выпекаться то есть а боковушки я уже приклею к моей стене домика и тогда она у меня будет как половинка выглядывать здесь я просто смотрю поправляю такую вы видите я абсолютно эти запчасти вырезаю на глаз потому что где-то это все скроет моя глазурь которые я буду там и снежок и сосульки делать то есть я за это вообще не переживаю я вырезала так чтобы мне потом удобно было это все склеить ровненько и вот вы видите я раскатала еще у меня будет эта труба это будет на крыше стоять такое верхушка моей трубы квадратики такие обрезанные штучки то есть чтобы сделать квадрат наискосок чтобы он у меня ровненько стоял то есть и одна часть ровная 2 наискосок в общем это лучше видеть на фотографиях когда поставлю уже покажу о чем я и говорила вот мои испеченные штучки труба моя я пока тесто мягкое обрезала у меня там затек один уголочек прямо на противень и я ему просто ножничками обрезала потому что печенька моя еще мягкая когда она застынет она станет твердым забыла сказать печеньки мы печем 8-10 минут при температуре 160-180 градусов отталкивайтесь о своей духовке маленькие части пекутся чуть быстрее вы видите они он потемнее внизу большие чуть медленнее если у вас она не допеклась и у вас она полежала полчаса и вы трогаете и она еще слегка мягковато допеките еще 2-3 минуты тесто когда она уже остынет оно должно при постукивании пальчиком у вас быть твердым вот я напекла столько запчасти две запчасти зеркальных друг другу такие как у меня слева и вон у меня и крыши и двери и моя стена и еще одна стена и вот эти вот камушки я буду из этих камушков делать дорожку уже возле домика собственно хочу вам сразу показать рецепты глазури потому что следующее видео не знаю когда точно выложу потому что буду долго расписывать этот домик долго собирать долго сохнет ну как долго там пару часов точно он сохнет то есть в один день его распишу на следующий день его соберу и пока когда это будет не смогу точно сказать поэтому расскажу вам сразу как вам расписывать а вы можете посмотреть фотографии в интернете о том как расписываются какими красивыми узорами и попробовать сделать это сами ну или хотите ждите мое видео я его конечно в течение недели постараюсь сделать вот и тоже покажу здесь у меня один белок на один белок и для глазури которая у нас для обводки рисунков это у нас плотная глазурь рецепт номер один туда входит 200 грамм сахарной пудры и где-то пол чайной ложки лимонного сока для начала я просто перемешиваю не миксером нам не нужны пузырьки воздуха я туда вкладываю 200 грамм сахарной пудры ну я по чуть-чуть добавляю потому что вы видите делаю я это в чашке если бы я делаю это в большой посуде то возможно я бы сыпала сразу эти 200 грамм но я делаю это в чашке поэтому я по несколько ложек добавляю чтобы она мне не летела в разные стороны и перемешиваю так удобно когда я уже досыпала свои 200 грамм у нас становится такая плотная плотная масса который не выравнивается вы видите после того как я ее положила там пару полосок сверху то они не выравниваются выдавливаю туда лимончик еще раз хорошо перемешиваю наша масса капельку станет жижи сейчас она у меня остается белой я буду расписывать именно роспись и ободочки делать белые поэтому мне нужно белая я ее сейчас затрамбую свой кондитерский мешок с тоненькой насадкой если вам нужно покрасить краситься глазурь отлично как гелевыми красителями как сухими пищевыми красителями краситься она хорошо то есть не нужно разводить ни водой ничем то есть даже если это сухой краситель вы добавили и абсолютно она хорошо краситься я всегда вот так вот завязываю свой пакетик если у вас такого пакетика нет то лучше используйте пакет под молока сметаны вот какой-то такой плотный потому что обычный пакетик не подойдет сейчас я вторая часть это у меня будет заливочная глазурь рецепт номер два собственно вам в росписи пряников понадобится всего лишь два рецепта в эту же глазурь которая у меня была белого видели я и высыпала не все и у меня половина осталось я буду добавлять воду воду буквально по капелькам сейчас я туда влила где-то приблизительно пол чайной ложки водички и начинаю перемешивать вам не нужно точно соблюдать рецептуру потому что белки у вас были разные яйца разные пудра разная все разное поэтому вам нужно ориентироваться на консистенцию как добиться той консистенции для заливки которая нам нужна я вам сейчас расскажу я добавляю вот по пару капель водички и мне нужно добиться что когда я вилочкой там вот так вот полью сверху мне надо чтобы в течение пяти секунд выравнивалась поверхность не за две секунды потому что это уже будет очень жидко и не за 10 секунд потому что она мне будет успевать подсохнуть и до того как я ее выровняю разглажу мне надо ровно 5 секунд вот вы видите я считаю 5 секунд чуть-чуть потрусил ход и у меня стала ровная поверхность то есть вот та консистенция которая мне нужна она не сильно текучая потому что я понимаю что мне не нужно чтобы она мне вытекала как этим пользоваться я сейчас покажу сразу первой массы которая у нас более плотная я рисую контуры это у меня будет маленькая крыша на ней будет такое не очень замысловатый узор то есть я вот этом квадратике залью синий глазурью а вокруг сделаю такой с белой глазурью тоже буду заливать ну вам хочу просто показать как этим сейчас пользоваться чтобы вы могли уже работать сами и делать сами собственно рисунок вы можете как посмотреть в интернете как и придумать что-то сами если вдруг у вас где-то какие-то интересные картинки вот еще момент я вылезла немножко у меня упала там глазури я просто взяла влажной кисточкой и подняла этот кусочек подровняла там если шо где-то подтерла этой влажной кисточкой на печенье и никакого следа у меня от этого не остается рисую я от руки возможно можно как-то нанести трафарет если честно я никогда не пробовала всегда рисовала от руки свои рисунки то есть от этого он становится более живым более сделанным руками любящими поэтому лучше лучше наверное как мне и легче делать это так собственно смотрите как дальше пользоваться заливочной глазурью я думаю здесь проблемы у вас не было там где вы сделать просто рисунок здесь может быть я вот сделала в кардитерской мешке довольно широкую дырочку и наливаю просто туда вовнутрь глазурь приблизительно слоем 0 304 миллиметра такой ну не не такая тоненькая как у нас вот это ободковая потому что очень красиво будет если она будет как выпуклая такая я налила и зубочисткой круговыми движениями подтягиваю с центра краям просто пододвигаю чтобы заполнилась моя вот эта рамочка чуть-чуть печенькой потрусили и у нас абсолютно гладкая ровная никуда не вытекающая что очень важно глазурь с вами был ваш кекс спрашивайте если что не успела рассказать все объясню расскажу в сообщениях так что пока пока подписывайтесь на мой канал кто еще не со мной